У нас по последним сведениям намечаются серьезные разборки на предмет нашего понимания и представления о том, как нужно тренироваться. Юрий утверждает о том, что частичная амплитуда – очень эффективное упражнение, опять же, для наращивания мышечной массы. Я не знаю, откуда он это взял. Я считаю, что амплитуда во время выполнения движения должна быть полной. То есть о чем еще можно говорить? Как можно выключить целый сегмент мышечной группы из работы и предположить, что это приведет к каким-то стрессовым ощущениям? То есть как можно, не знаю, пол амплитуды и что там? Давайте моргать пол амплитуды, я не знаю, что там еще можно сделать. Есть еще одно движение, которое можно пол амплитуды сделать, но я уверен, что большинство зрителей скажут, что пол амплитуды не вариант. Разгибание на трицепс. С нижнего блока. А ну чем хорошо? Что тут трицепс находится в максимальной растяжке и потом полностью сокращается. Я как бы сторонник полной амплитуды. То есть, чтобы мышца растянулась полностью и сократилась. Никогда не понимал людей, которые работают в пол амплитуды. Я вот опираюсь на цитаты великого спортсмена Дориан Ятси, многократного мистера Олимпия. Его истины были такие. Полный отказ, повторив, полная амплитуда. Так я максимально чувствую мышцы. Прекрасно чувствую. Опа. Отличное упражнение. Здесь мышцы аж горят. А в пол амплитуды бы я бы не ощутил такое кровенаполнение. В полной амплитуды. Ну, это мое мнение. Но есть мнение никого Юрия, методиста, который всеми руками и ногами за частичную амплитуду. Ну, это его мнение. Я ни в коем случае не хаю спортсмена. Но немного не понимаю. Посмотрите его доводы на этот счет. Привет, мальчики и девочки. С вами Юрий Спасадуковский. И сегодня я расскажу вам о таком очень интересном и очень эффективном принципе тренировок, как частичное повторение. Или повторение, выполняемое частичной амплитудой движения. Это как раз тот вид тренировки, который работает особенно хорошо. И я убедился на своей практике и на опыте других спортсменов, с которыми я общаюсь, что, во-первых, намного снижается травматизм, если делать частичные повторения в правильном участке амплитуды. А во-вторых, очень растет сила и мышечная масса. Я думаю, что это сочетание просто очень удачное. И снижение травматизма, и рост силы, и мышечной массы. Давайте посмотрим, как применять в своих тренировках частичные повторения. Итак, допустим, вы хотите потренировать трицепс с большим весом. Возьмем любое упражнение. Например, разгибание рук у верхнего блока. И для того, чтобы ваш трицепс рос все больше и больше, вам понадобится увеличивать вес все больше и больше. Но могут начать болеть локтевые сухожилия и суставы. Что мы делаем? Мы не разгибаем руки до конца, а делаем частичные повторения. То есть разгибаем руки в локтях не до конца. Это снижает нагрузку на локти, на локтевые суставы. Вы не чувствуете боль и можете работать с большим весом. А мышечная масса и сила растут все больше и больше, по мере того, как вы продолжаете наращивать силовые показатели. Но что же делать с бицепсом? С точки зрения применения принципа частичных повторений. Предположим, у вас болят связки бицепса. Точно так же вы можете уменьшить нагрузку на связку, не разгибая руки до конца. То есть если у вас болит бицепс, это еще не приговор. Вы можете просто избегать растяжения бицепса в нижней части амплитуды, что-то вам опасно для связок, а делать упражнение частичной амплитудой. Таким образом вы будете увеличивать силу и мышечную массу, но связки не будут болеть. И воспалительный процесс не будет обостряться. Но если у вас совершенно здоровый бицепс, и никаких проблем со связками нет, Давайте посмотрим на применение принципа частичных повторений в упражнении, которое называется 21. Вы делаете 7 повторений частично в нижней части амплитуды, затем 7 частичных повторений в верхней части амплитуды, и затем выполняете 7 повторений с полной амплитудой. Таким образом мы видим, что частичные повторения могут использоваться не только для лечения травм, для повышения силы, но и для накачки. То есть этот универсальный способ эффективен во многих направлениях сразу, и это общеизвестно. Очень многие люди жалуются, что при выполнении махов с гантелями, они в основном чувствуют рапециевидную мышцу, а плечи не работают. Но дело в том, что дельтовидные мышцы очень хорошо работают в нижней части амплитуды. Поэтому, выполнив махи с частичной амплитудой в нижней части движения, вы нагрузите прицельно именно средний пучок денты, а трапециевидная мышца не будет обворовывать данный пучок, включаясь, как это происходит при работе с полной амплитудой движения. Точно так же при работе с двумя гантелями вы можете выполнять упражнения частично и не поднимать руки до конца века. Еще Арнольд Шорценеггер в своей энциклопедии «Бодибилдингер» говорит, если вам ничто не помогает накачать средний пучок дент, возьмите две тяжелые гантели, поднимайте их в стороны хотя бы на несколько сантиметров и пытайтесь удержать в таком положении. То есть даже король бодибилдинга рекомендует использовать принцип частичных повторений в тех случаях, когда уже ничто не помогает нарастить вам мышцы еще больше. А вам нужно наращивать их еще больше, еще больше. И так до тех пор, когда вы станете самым лучшим. Но никогда не останавливайтесь, потому что в бодибилдинге никогда нельзя быть довольным своим результатом. Спасибо и до следующей встречи. У меня создается четкое ощущение, что есть некие нормы, которые уже сформировались лет, наверное, за 50, я думаю, в бодибилдинге. И господин Спасококотский, он берет, если говорится, что амлетута должна быть полной, давайте ее сделаем наполовинку. Если количество повторений уже давным-давно придумано, там 12-15, ну давайте сделаем 7-8. Один из плюсов, который Юрий приписывает частичной амплитуде, это минимальная травмоопасность. Господа, если я жму за 200 и увеличение моей силы длится годами, то мои мышцы, мои связки, мои суставы к этому весу готовы. Если я жму 150 на частичные повторения, навешиваю себе 200, у меня отвалятся локти, совершенно очевидно. Я не понимаю, какая здесь травмоопасность, о какой отсутствии травмоопасности можно говорить. Основное преимущество, судя по тому, что он говорит, это как раз увеличить веса рабочие. Это не рабочие веса, это нагрузка на связки, нагрузка на суставы. Поэтому это неверно в моем представлении. Так что аккуратней, с частичными повторениями. Я понимаю, что это тоже позиция, и она, в общем, привлекает, наверное, внимание зрителей, потому что вот он, наконец-то нашел новые способы, не знаю, воздействия на мышцы. Я считаю, что это ерунда. Так что, Юрий, делайте в полной амплитуде. Поверьте мне, пиковое ощущение достигнете гораздо раньше, чем частично. Да? Любимые друзья, посмотрев данное видео, хотелось бы подвести некоторый итог. Сказать, что существует очень много хороших спортсменов и не так много хороших тренеров и грамотных методистов. Я никогда не пытался утверждать, что самый большой, самый сильный, самый умный. Наоборот, я думаю, что цель данного видео – это найти наиболее эффективные способы тренировки. Это то, чтобы в споре родилась истина, даже не в споре, а в интеллектуальной дискуссии. И вот, вы знаете, есть люди, которые тренируются, делая одно повторение. Делая так называемые синглы. В бодибилдинге есть такое понятие. Есть люди, которые тренируются, делая сотни повторений. Есть люди, которые тренируются большим и малым весом, с полной амплитудой, с короткой амплитудой. И, к сожалению, многие люди только одним способом тренируются всю жизнь, отрицают и опровергают все остальные варианты и даже не задумываются о том, что, может быть, можно достичь большего результата. Я же всю жизнь занимался тем, что увидел, что человек тренируется вот так. Мне стало интересно. Я подумал, может быть, я так буду расти больше. Я взял, попробовал, дал своим единомышленникам попробовать. Мы провели эксперимент, сравнили так, сравнили так, сделали выводы, и люди смогли узнать, поделиться опытом, как более эффективно достигать желаемого результата. Так давайте же мы вместе будем обмениваться опытом, делать эксперименты, рассказывать друг другу о том, чего мы еще не знаем, вместо того, чтобы слепо ругаться и приводить такие аргументы. Я больше, я сильнее, поэтому надо делать так, как я. Я думаю, в этой ситуации более правильно говорить каким-то научным языком аргументов, фактов. Это будет интересно и для зрителей. И мне бы хотелось, чтобы аудитория «Егифтед» и аудитория Юрия Спасопокотского не враждовали между собой, а смотрели интересные видео «Егифтед», смотрели мои видео, которые я стараюсь снимать, и действительно развивались интеллектуально, развивали свой багаж знаний, и самое главное, нашли для себя самые эффективные способы тренировки, которые дадут вам наибольший прогресс и позволят избежать травматизма. Ну, было очень интересно посмотреть это видео. Надеюсь, если вы ждете новые видео, обязательно подписывайтесь, комментируйте, голосуйте. Ну и до следующих встреч!